И вот Ирина Николаевна как раз сокрушалась, что у нас нет молодых философов в зале, что совсем не так. У нас много молодых философов, очень талантливых, перспективных, пишущих прекрасные научные исследования, занимающихся актуальными проблемами, причём даже таких серьёзных, открывающих новые направления в наших философских студиях. И вот одному из представителей молодых философов, одной из представительниц, что мне особенно приятно, я хочу предоставить слово, это Артеменко Наталья Андреевна, кандидат философских наук, преподаватель философского факультета Санкт-Петербургского университета. И тема её доклада как раз отвечает, это ответ Ирины Николаевны, кризис философии и ситуация постметафизики. — Добрый день, уважаемые коллеги. Так получилось странным образом, что все доклады выстроились в одной теме и в каком-то одном направлении. — Это не странным образом, это такова была идея, идея организаторов пленарного заседания. — Мы не обсуждали заранее тему наших докладов, и, тем не менее, они совпали с этим образом. То есть, видимо, речь идёт о том, что мы все так или иначе находимся в каком-то одном топосе, с которого пытаемся осмыслить ту ситуацию, в которой мы обретаемся. Мне кажется, что все доклады так или иначе можно было бы свести, наверное, к одной проблеме. А именно, мы пытаемся, говоря о кризисе философии и о той ситуации, в которой мы находим себя сейчас, тема моего доклада — «Кризис философии. Ситуация постметафизики». Размышления о предмете философии и об актуальности философского дела и, как следствие, о необходимости философии в наше, далёкое, в общем-то, от радикальной задумчивости времени, востребованы не только самой ситуацией преподавания, в которой каждый раз мы вынуждены с этого начинать, то есть заниматься своего рода таким самоизполкованием, граничащим с самооправданием, но востребованы, в первую очередь, самим этим временем, в котором мы живём, и из которого пытаемся осмыслить своё собственное место. Сейчас много говорится о кризисе научного мышления в XX веке и европейской философии, в которой на деле есть кризис той самой философии, основания которой были заложены в гуманистической революции эпохи Возрождения и первые плоды, которые, как известно, ужинались уже в эпоху Просвещения. Тогда не было различия ценностей гуманистического и теоретического разума, но в настоящее время произошла такая дифференциация ценности мира, как он представлен в науке и как он дан человеку в опыте. И вот на этом этапе классическая европейская философия перестала существовать. Одна форма знания, специальная, перестала согласовываться с другой его формой, не специализированным знанием. И философия перестала отвечать, как мне представляется, своему прямому назначению — быть целостной системой миропонимания. Сейчас философия, пройдя стадию научной философии, становится постепенно философией науки и подменяет всякое вообще мышление о мире научным мышлением, а всякий вообще человеческий интерес — научным интересам. Всё это обнаруживает настоятельную нужду в каких-то иных, отличных от научных основаниях и критериях знания, а также пересмотра того, что мы называем условно кризисом философии, не переставая при этом требовать от неё и ожидать от неё какого-то спасительного слова. Философия, преодолевшая метафизику в хайдеггеровском смысле, её деконструировавшая, лишилась инструмента самообоснования и самооправдания и оттачивает сейчас мастерство предсмертной исповеди, как сказал бы Алексей Григорьевич Черняков. Живёт собственным умиранием, как космос Платона живёт собственным тлинием. Не представляется, что мы вступили, по крайней мере, в области философии гуманитарных наук, в нетворческую, в которую уже не проникает плюма натураль. Европейская культура более неоднородна и нецентрирована, и философия давно уже не занимает центрального места культуры, ибо сама культура децентрирована как таковая. Сама возможность центра свидетельствует об определённой однородности культурного поля. Она очевидным образом утрачена. Нетворческую эпоху хочется преодолеть, поэтому разговор о нужности, необходимости философии, её актуальности, её предмете становится не просто обязанностью преподавателя объяснить студенту, зачем ему навязали изучать данный предмет, но в первую очередь эти вопросы должны стать своего рода оптическим прибором для нас самих, который позволил бы взглянуть на предмет определённым образом, в определённой перспективе. Например, в перспективе преодоления нашей косметофизической ситуации, в которой, как представляется, мы несколько задержались. Важность философского дела не может быть заранее декларирована. Эта декларация не будет признана современной культурой, как она признавалась в античности в отношении философии, или в Средневековье по отношению к богословию. Здесь требуются от нас другие инструменты для философского самоопределения. Размышление о возможном кризисе философии обнаруживает, по крайней мере, два ряда проблем. Первый назовём условно кризисом самоидентичности философии, второй — кризисом классических модусов обоснования, или той формы упорства, с которым философия готова нести на себе бремя рациональности. Я бы хотела высказать несколько соображений по этому поводу и обозначить ряд дилемм, которые, как мне кажется, напрашиваются здесь сами собой. Какой бы период или эпоху истории философской мысли мы ни брались изучать, нам приходится всякий раз обращаться к началу и спрашивать себя, чем мы занимаемся и что же это такое, собственно, философия. И если философия — это то, чем занимаются, то каково значение слова «занятие»? Если это занятие, занятие некого места, и если это занятие места, то есть определенный топос, в котором реализуется философия, то можно вести речь, если угодно, о некой топологии. Рядоположены ли эти места и каково пространство возможных топосов? И что происходит с нами, занимающими определенное место, занимаясь философией? Ответ на вопрос, что такое философия, одновременно и просто сложен. Вопрос, потому что, казалось бы, слишком ясен, а сложен, потому что кажущаяся простота и ясность ответа скрывают его глубинный смысл. И данное Хайдегерам определение философии, всем хорошо известное здесь, весьма удачное, на мой взгляд. Я позволю его напомнить. Метафизика, говорит он, есть предельное вопрошание, охватывающее своими вопросами совокупное целое сущего, и спрашивающее о нем так, что сам спрашивающий оказывается под вопросом. О чем говорится в этом определении? В нем говорится о предельном вопрошании, которое охватывает своими вопросами. Почему вопрошает вопрошание? Почему нельзя сказать «мы спрашиваем»? Видимо, потому что не сколько «мы спрашиваем», сколько «нам спрашивается». Когда спрашиваем «мы», вопрос может быть и не задан, он может быть надуманным или даже праздным. Когда же «нам спрашивается», это значит, что мы не можем не спросить, что вопрос этот насущный, что не мешает ему вместе с тем быть теоретическим. Стало быть таким, который требует радикального отстранения и выключенности из потока дела. Вопрошение это, говорит Хайдеггер, предельное. Иными словами, оно охватывает своими вопросами совокупное целое сущего, то есть спрашивает обо всем, что не есть. И раз спрашивается обо всем, что не есть, то понятно, что под вопросом оказывается и сам спрашивающий. Кто я такой, конституируемый в своей человечности вопросом о смысле сущего? На сущность вопроса создает ситуацию созерцания, то есть теоретическую ситуацию, поскольку раздваивает спрашивающего, вносит в ту точку, откуда он виден сам и его нынешние обстоятельства, мир, как он есть. Ну, попробую эту точку удержать. Ну, вначале я сказала о кризисе философии. Зачем она нужна в нашу нетворческую эпоху и как нам следует понимать смысл этой взащенности? Кризис в первом приближении предполагает, во-первых, некое противоположное состояние, то по отношению к чему можно говорить о кризисе, а во-вторых, целый ряд понятий, через которые он может быть понят и осмыслом. В самом деле кризис воспринимается как нечто временное, непостоянное, требующее разрешения и выхода из него. Как всякое временное, он предполагает собственное начало и конец, а следовательно, есть выпадение из обычного обстояния дел, нарушение порядка вещей, не норма. Это позволяет говорить о предпосылке наличия, возможности и необходимости самой нормы. Кроме того, вопрос о причинах кризиса, есть вопрос о некой критической оценке самой нормы, о ее соотношении с реальным ходом и порядком вещей, а значит о проблеме самой нормы и ее развитии, то есть переходе от одной нормы к другому. Кризис тогда есть обнаружение чего-то, что не попадало ранее в поле зрения, что требует объяснения, осмысления, истолкования, а главное, что вытекает из того, что ранее проблемы не представляло. Однако такое понимание кризиса противоречит указанной предпосылке нормы. Кризис фиксируется только в момент его наличия. Собственно, фиксация кризиса и есть указание на то, что он есть. Кризис невозможно застать в процессе его возникновения. Иными словами, ни из состояния нормы, ни из промежуточного состояния кризис не виден. То обнаружение чего и вызывает кризис, и есть сам кризис. То есть он вызывает сам себя, сам себя обнаруживает и сам себя разворачивает. Тогда кризис есть нечто самодостаточное, не требующее соотнесения с чем бы то ни было для собственного понимания. Норма, напротив, не является самодостаточной. Она всегда соотносится и требует для своего определения не нормы. Она видна каждый раз из кризиса. Причем видна либо по отношению к тому, что было, например, все было нормально, либо по отношению к тому, что будет, и с кризиса необходимо быть. Сама по себе норма не замечается, но и не является полным отсутствием проблем. Скорее то, что принято называть нормой, есть та совокупность задач, которая может быть решена в рамках той или иной парадигмы. Тогда сам кризис есть то, что не вписывается в общий порядок объяснения. Норма – сам этот порядок, а начало кризиса или его саморазворачивание – та проблема, во всей полноте которой заключено многообразие вариантов решения. Иными словами, кризис и норма есть с две стороны одной медали. В самом деле разница между чистым позитивом – каждый кризис – переход на новую ступень развития, потому он также нормален, и чистым негативом – всякая норма, есть потенциальный кризис, и любая точка опоры относительно – она иллюзовна. Саморазворачивание кризиса есть, с одной стороны, пересмотр само собой разумеющегося, а с другой – понимание того, что оснований для объяснения, понимания, определенности в ситуации нормы нет. Иными словами, кризис всегда начинается в ситуации неочевидности, недостаточности того, что имеет место. Однако эта неочевидность является скорее следствием некой достоверности, чем простым непониманием. Точка опоры всегда уже есть, если говорить о начале кризиса, как то, из чего эта неочевидность усматривается. И здесь, казалось бы, уход в дурную бесконечность определенности и неопределенности невозможен. Норма, как отмечалось, не видна сама по себе. Тогда необходимость пересмотра очевидного основывается на определенности того, ради чего этот пересмотр необходим. И я позволю себе такое неформальное определение. Ситуация, в которой постоянно разворачивающийся кризис никогда в качестве кризиса не имеет места, а норма является тем, к чему апеллируют и чего никогда нет в настоящем, есть ситуация метафизики. Одним словом, если исходить из противопоставления нормы и кризиса, то мы вряд ли здесь что-либо поймем и до дна не доберемся. Поскольку если норму понимать как что-то внешнее, и сразу связывать это с идеей прогресса, не имеющей понятное дело к философии, в отличие от других областей знаний, никакого отношения, внешне с чем мы можем сравнить, сопоставить, то такое понятие нормы к философии неприложимо. И здесь мы могли бы сказать, что кризисы есть в состоянии нормы для философии. Ну а что же такое философия? Вот вопрос такой уже здесь прозвучал из зала. И я тоже себе позволю некое неформальное определение. Философия – это особая форма отзывчивости к миру, к себе, бесприютно шатающейся мысли. И если этой отзывчивости нет, то философией можно именно заниматься, как чем-то внешним, чем-то, к чему мы можем отнестись как бы со стороны, а потому и спросить, стоя на той стороне, да, по ту сторону, о ее актуальности и востребованности. Сказанное демонстрирует, что проблема определения философии связана с проблемой не только ее понимания, но и с проблемой понимания вообще. Понимание не является, может быть, я несколько однозначно выскажусь, но тем не менее, не является рациональной, по крайней мере, полностью процедурой, поскольку не означает собственные окончательности и завершенности. Указанное позволяет проблематизировать понимание через обращение к центральной для философии последнего столетия проблеме рациональности. И так сложилось, что хотя без обсуждений этой темы не обходится практически ни одно современное философско-методологическое исследование. И несмотря на то, что споры вокруг этой проблемы становятся все более острыми, нет ни общепринятого определения понятия рациональности, ни согласия в том, что считать проблемой, связанной с этим понятием, ни в общем-то твердой уверенности в том, что это понятие вообще необходимо. В современной философии наметилась отчетливая тенденция к расширительному истолкованию понятия рациональности. Структуру рациональности чаще включаются элементы нерационального. В сложившейся еще в философской классике возвеличивание разумного, рационального или эллинского начала в противовес аффектированности, стихийности, эмпиричности и на их культу, а также возникшее позднее стереотипное представление технической рациональности, якобы органически присущей европейской цивилизации, активно содействовало формированию различных современных эстетистических иллюзий. Адорна и Харкхаймер в работе «Диалектика просвещения» отмечают, что программой просвещения и его основной тенденцией было расколдование мира. Показательным в этом отношении доклад Макса Вебера просчитан еще зимой 1918 года в Мюнхенском университете, в центре которого оказались в частности проблемы превращения духовной жизни в духовное производство, изменение роли интеллигенции в обществе, наконец, судьбы европейского общества и европейской цивилизации вообще. Я позволю здесь обширную цитату. «Прежде всего, уясним себе», говорит Вебер, «что же, собственно, практически означает эта интеллектуалистическая рационализация, осуществляющаяся посредством науки и научной техники. Означает ли она, что сегодня каждый из нас, сидящих здесь в зале, лучше знает жизненные условия своего существования, чем какой-нибудь индейец или гатунтут?» Едва ли. Тот из нас, кто едет в трамвае, если он не физик по профессии, не имеет понятия о том, как трамвай приводится в движение. Ему и не нужно этого знать. Достаточно того, что он может рассчитывать на определенное поведение трамвая, в соответствии с чем он ориентирует и свое поведение. Но как привести в трамвай в движение, этого он не знает. Декарь несравненно лучше знает свои орудия. Возрастающая интеллектуализация и рационализация не означают роста знания о жизненных условиях, в каких приходится существовать. Она означает нечто иное. Люди знают или верят в то, что стоит только захотеть, и в любое время все можно узнать. Что, следовательно, принципиально нет никаких таинственных, не поддающихся учету сил, которые здесь действуют. Что напротив, всеми вещами, в принципе, можно овладеть путем расчета. Последнюю в свою очередь означает, что мир расколдован. Конец цитаты. Новая духовная эпоха и поиск новых ориентиров, новых опор, ориентаций в мире, в том числе и новой ориентации в философии, все более заметное разочарование в старых идеалах и все более заметное сомнение в ранее принимавшихся на веру исходных основаниях положительного знания, в основаниях окончательных и непогрешимых, все это породило не только волну философского декаденса. Положительное знание, принимавшееся до той поры как знание в собственном смысле, каким бы строгим и всеобъемлющим оно ни было, каким бы мощным орудием человеческой власти над силами природы оно ни являлось на самом деле, оказалось в условиях европейского бытия недостаточно, чтобы изыскать эффективные способы устройства человеческого мира на разумных гуманистических началах. Вся европейская культура в целом на своей поверхности обнаружила несвымаемое письмо о гуманизме, пятно о гуманизме, а в самом своем основании глубокий рационализм, о чем с таким пафосом писали еще философы-одиночки Шопенгауэр и Ницч. Уже цитируемые мной Адорна и Харкхаймер замечают, пробуждение субъекта и его самоопределение, с которым связывались идеи и надежды рационализма, оказалось купленной ценой признания господства в качестве принципа всех отношений. Маленькая цитата «Богоподобие человека состоит в суверенитете над существованием, в его взгляде повелителя, в командовании». Конец цитата. Действительно, мир становится объектом подчинения, покорения, обладания, господства, поскольку человек, как субъект, вывел себя за его пределы, и мир ему ничего о нем самом сказать не может. Если взглянуть на социокультурные истоки всего нашего корпуса естественных наук, то нетрудно увидеть стремление омертвить мир, уровень физики, поскольку такой мир легко и оправданно покорять, да и изучать. И в самом характере научного поиска тоже легко увидеть руку конструктора, который стремится выйти на тот уровень познания, где все многообразие нивелируется. И появляются такие структурные единицы, из которых можно потом собрать любой предмет желания. А поскольку мир трактуется как данный во всей своей целостности, то есть полностью и окончательно, то шанс на установление такого господства кажется вполне реальным. По выражению авторов диалектики просвещения, мы присутствуем при деструктивности прогресса. Мотив господства и власти, смею предположить, един по своей сущности. Идет ли при этом речь о власти человека над природой или о покорении человеком человека, власть имеет паразитарную функцию, обеспечивающую ей механизм внедрения и действий, в том числе и на уровне социальной системы. И мне кажется, Барт выразил это довольно точно. Я подсетиваю Барта. Кое-кто ожидает от нас, интеллектуалов, чтобы мы по любому поводу выставали против власти. Однако не на этом поле мы ведем нашу подлинную битву. Мы ведем ее против всех разновидностей власти. А это не легкая битва, ибо, будучи множественной в сфере социального пространства, власть в то же время оказывается вечной в историческом времени. Изгнанная, выставленная за дверь, она является к вам в окно. Она никогда не гибнет. Совершите революцию, истребите власть, и она возродится вновь, вновь расцветет при новом положении вещей. Причина этой живучести и вездесущности в том, что власть есть паразитарный нарост на самом транссоциальном организме, нарост, связанный с историей человечества, а не только с его политической или исторической историей. Конец цитаты. Природа власти объясняется видимой особенностями человеческой природы как таковой, на которую в свое время блестяще указал Кант. Маленькая цитата из Канта. «Тот, кто может приказывать, хотя бы он был смиренным, смиренным слугой другого, воображает себя более важным, чем другой, который, правда, свободен, но не может никому приказывать». Конец цитаты. Власть искушает, власть вращает, власть, по выражению Ницше, это самое холодное с чудовищем. Современный человек искушен этой властью, которую ему верила европейская рациональность. Все это, конечно, не может не породить сомнений в прочности фундамента рационализма, то есть в соответствии рационализма разума или разумности. Активность разума привела к настолько неразумным последствиям, что вполне уместным оказывается вопрос, а не содержит ли разум в себе собственное отрицание. Не неразумен ли он в своих основаниях и не несет ли он в себе вирус безумия. И далеко не так пафосно, как кажется на первый взгляд, представится сегодня тезис Хайдеггера о том, что именно разуму мешает мыслить. Проблема рациональности сегодня это проблема внутренней неразумности разума. Проблема неразумности как его внутренней границы. И поиск рационального сегодня это реакция на саморазрушение современного мышления. Спор о рациональности и скорее спор о границе, до которой докатилось это саморазрушение. Эпицентром этих споров стала наука, при всем том, что наука – парадигма рациональности, ее олицетворение. Исходя из вышесказанного, заметим, что проблема рациональности, она, казалось бы, с одной стороны, общезначима, а с другой стороны, вместе с тем, глубоко личностна. Что же случилось с человеческим разумом, этим главным ориентиром деятельности европейского человека в мире, если распалась не только связь времен, но и все другие связи, которые мы привыкли считать надежными? Если наука не дает прочных знаний, нежизненной опоры, а утешение искать негде? Эту проблему каждый пытается решить на свой лад, но найти подходящее средство для истолкования новых жизненных процессов – задача нелегкая. Однако есть ли еще потребность в обновленном, прежде всего философском, представлении о единстве человеческой культуры, человеческого разума? Возможно ли, и если да, то в каком смысле единая рациональность, если это не догма, не идеологема и не просто символ? По утверждению Хабермаса, упорство, с которым философия отстаивает свою роль хранительницы рационального, ничего кроме неприятности ей не доставляет. То, что происходит в современной философии, Хабермас считает кризисом классических модусов обоснований. Быть может, нам не недостает тогда философии в действии, совмещающей радикальную проблематизацию историко-философских сюжетов с актуальной философской и политической рефлексией своего времени. Впору вспомнить о гегелевском мотиве самоизменения. Однако мотив этот должен быть подкреплен и институционально, если угодно. Ведь, как писал еще Кант в «Споре факультетов», цитата, «в ученому обществе и в университете обязательно должен существовать факультет, который, будучи в отношении своих учений, независимым от правительственных приказов, должен иметь свободу не отдавать распоряжения, а обсуждать все распоряжения, касающиеся интересов науки, то есть истины. «Когда разум должен быть вправе говорить публично, так как без такой свободы истина никогда не станет известна, а ведь разум по своей природе свободен и не принимает никаких приказов считать что-то истинным». Конец цитаты. Видимо, поворот философии, при котором рационализм утратил свое абсолютное влияние, вся новая методология оказалась бессильной, он привел, с одной стороны, к ощущению кризиса, к декабинским настроениям, а с другой – к провозглашению эпохи закатов, религии, метафизики, культуры, цивилизации, истории. Таким образом, в том или ином виде варьируется закат наук о духе. Похоже, что рациональность сегодня достигла эффекта прото-сущности, как сказал бы Дзеррида, то есть лишилась собственной достоверности и очевидности. Более того, уместно было бы спросить, а знает ли человек иное измерение бытия помимо рационального, то есть такого, в основании которого лежат истинные самоочевидности. И готов ли он к открытию другого мира, назовем его миром нелинейных измерений, в которых самоочевидности претерпевают быстрой трансляции, не успевая превращаться в устойчивые идолы. Кажется, философский мир дрожит, так как резко флуктуируют те основания, которые еще недавно были символами незыблемости и абсолютности. Рациональность по существу сформировала условия власти дискурса. Это явление Хабермас назвал тотализацией мышления, начинающего формировать новые дискурсы, как проявление новых тотальностей. Видимость преодоления метафизического подхода в XX веке сменяется диалектической игрой вокруг метафизических понятий. Вероятно, осмысление этого постметафизического процесса и заставило Дзеррида трансформировать хайдеггерскую деструкцию в деконструкцию. Однако, отмечая относительную жесткую направленность игры деконструктивистов, современный российский феноменолог Виктор Молчанов пишет, деконструкция ведь тоже в некотором роде строгая наука. И так можно было бы быть сейчас в этой ситуации смерти понарушку, возможно, только отчаявшимся знатоком, причастным к становлению самой философии. И эта причастность, впрочем, может осуществляться также в форме отчаяния, то есть в форме усмотрения границ и ложных обещаний. Но где отчаяние, там, как любил говорить Хайдеггер, цитируя Гюльдерлина, ожидается и спасительное. Спасибо. Спасибо, Наталья Андреевна. Очень много вопросов. И я вижу уже из зала, и у меня, поскольку микрофон у меня, я его первый задам. Скажите, пожалуйста, как возможно творчество, творчество в той эпохе, которую вы обозначили как нетворческое, я имею в виду, конечно, философское творчество, за счет каких сил и какой энергетики, и каких форм рациональности? Ну, скорее всего, не в каких-то формах рациональности, как я уже сказала, а в форме отчаяния. То есть творчество как форма отчаяния. То есть усмотрение собственных границ существования и ложных обещаний. Наталья Андреевна, спасибо. Позвольте, я немножко грубо задам свой вопрос. Мне нравится Хайдеггер. Я люблю его работу «Descenda der Philosophie und Dialogabendus Denkens». «Конец философии и задачи мышления». В этой работе он, собственно, говорит очень кратко то, что вы сказали, что философия, метафизика западноевропейская, она себя исчерпала в современной науке, в современной технике. Это ее следствие. В этом смысле это конец философии, и, конечно, то, к чему эта философия вела. Но позвольте мне задать такой вам вопрос, как знатоку Хайдеггера. Не обстоит ли дело так, что Хайдеггер хороший человек, который умеет ставить диагноз? Если мы вот к платонизму вернемся, к софистам и так далее, он умеет ставить диагноз. Но умеет ли он дать рецепт лечения? То есть я не могу понять, что мы должны сделать. То есть как должна, что такое постметафизическая философия? Философия, которая не ведет к науке, к технологии. Что нам, что предлагает Хайдеггер? Или, если он ничего не предлагает, что же вы предлагаете? Спасибо. У Хайдеггера действительно не предлагает никаких рецептов, потому что он считает, что философия не должна предлагать никаких рецептов. Она не является жизненной мудростью, она является рассуждением. Поэтому что мы можем делать в этой ситуации? Пусть метафизики продолжают рассуждать, продолжают думать над теми... Кант очень любил Полибия. И у Канта была любимая цитата из Полибия. Я, пожалуй, ее приведу в качестве ответа на ваш вопрос, Данил Павлович. Цитата такая. Кем быть тебе велено Богом и занимать среди людей положение какое, это познай. Спасибо. Очень интересный доклад. У меня такой вопрос, потому что... Вот вы с кафедрой онтологии и теории познания, я тоже в этом кафедре, так же, вы знаете. И так получается, что больше всего метафизику хоронят представители этих людей. Вот. И у вас, и у нас. Мы знаем, как это происходит. Вот у меня вопрос в такой плоскости лежит. Там у вас прозвучала фраза о соотношении метафизики и современной науки. Вот у меня представление, мне кажется, как раз современная наука, она очень требует метафизики. Вот мы встречаемся с учеными, и логика-то обратная. А вот философы отказываются идти. В том числе из таких кафедр, как антология и теория познания. А вот сегодня как раз вот этого предельного мышления, ну, когнитивным исследованиям, да, биологов. Множество проблем, я могу сказать. В астрофизике колоссальные проблемы. А философы, я думаю, сегодня оказались на такой стадии, когда они науки-то просто не знают. Понимаете? Может быть, от этого связаны вот эти вот внутренние эпохи, но чтобы расчистить такое плюралистическое пространство для всего, чем мы будем. Ну, то есть, насколько я поняла ваш вопрос, вы, видимо, хотите сказать, возможно, сейчас диалог между философами и представителями естественных наук. Если, казалось бы, представители естественных наук готовы к этому диалогу, да, то философы вроде бы как готовности такой не указывают. Ну, дело в том, что давайте вспомним одно из самых, наверное, распространенных предубеждений в отношении сущности философии, сформировавшейся в конце 19-го, начало 20-го века, да, когда от философии стали ждать именно новой методологии, той методологии, которая позволила бы другим наукам выйти из кризиса. И некоторые замечали, что если философия будет таким образом обслуживать другие науки, то она превратится в разновидность всезнайства. Вот философу для того, чтобы вести курс философии и математики, нужно все-таки, наверное, иметь математическое образование тоже. Ну, неплохо бы, да. Чтобы читать курс философии и биологии, тоже, наверное, надо иметь представление не самое общее, не подчеркнутое из Википедии биологии, а все-таки иметь какие-то фундаментальные знания в этой науке. Но если мы думаем о таком диалоге, то тогда сохраняет ли философия свою сущность? Не утрачивает ли она ее, если она действительно в этом диалоге и рискует превратиться в разновидность всезнайства. И в этом смысле потерять свои собственные границы, в том числе и методологические. Поэтому вопрос об этом диалоге, он, конечно, актуален, но, с другой стороны, я, конечно, беспокоюсь за себя. И мне хочется, чтобы в этом диалоге все-таки то, что мы называем сущностью философии, то, что мы привыкли полагать за эту сущность, не утрачивалось, а сохранялось, а не превращаясь вот в эту разновидность всезнайства. Ну и еще, наверное, одно замечание, которое я хотела сделать, вот в том числе и в отношении доклада Ирины Николаевны, и вообще в отношении нынешней ситуации. Вот все, что мы обсуждаем сейчас, и все, о чем мы говорим, мы, по сути, пытаемся, наверное, понять одно. Мы пытаемся понять, в чем сейчас заключается смысл бытия ученого. Независимо от того, говорим ли мы об ученом как философе или об ученом как математике. И мне здесь припоминается очень хорошая работа Канта «Ответ на вопрос, что такое присвящение». Да, и если вы помните, в этой работе Кант предлагает подходить к понятию разума с точки зрения введения двух регистров. Да, разум может приниматься в частном употреблении и в публичном. Но я не буду напоминать эту работу, я думаю, мы все ее хорошо знаем. Так вот, разделение частного и публичного применения разума. И вот последнее, публичное применение разума, Канта интересует более всего, потому что это и есть возможность выступить в качестве ученого. Что предполагает, что значит возможность выступить в качестве ученого? Ну, тоже к вопросу о диалоге. Это предполагает возможность критического отношения к общим предписаниям разного рода. А также возможность, как пишет Кант, что важно, да, свободу и обязанность сообщать публике свои тщательно проверенные миссии. Вот мне кажется, что сейчас, наверное, наиболее актуальным оказывается вот у нынешней ситуации, которую мы все хорошо знаем, вопрос именно о смысле бытия ученого. Вот кто такой ученый сегодня, какую функцию он выполняет. В том числе, ну, поскольку это всегда публичный, да, в чем состоит и вот способ применения публичного разума ученого. Спасибо, Антон Андреев. Профессор Супет, Александр Иванович, у вас вопрос, пожалуйста. Антон Андреев, у меня один вопрос. Не является ли кризис философии, отражением кризиса интеллекта, вообще совокупного человечества, связанного с восстановлением, барьером сложности окружающего мира? И с падением его прогностичности, качества управления будущим миром? Связано ли это со сложностью мира? Вы знаете, мне кажется, что мир сложен всегда. Вот вряд ли мы можем сказать про какую-то эпоху, что в ней мир был прост. Мир сложен всегда, и наша задача, эту сложность, пытаться эксплицировать и понять. Поэтому я не думаю, что причина сложности. Потому что он сложен всегда. Проблема, наверное, в другом, если говорить опять-таки о кризисе философии. И тоже к предыдущим докладчикам это отсылает, что философия действительно сейчас героически гибнет в неправомерной борьбе за практичность. Поэтому если лучше надо создавать образ врага, но если он так нам нужен, то вот, наверное, он не в этом состоит. То есть не надо от философии ждать пользы. Она бесполезна. Ну, на этом мы не можем закончить. Философия бесполезна. Уважаемые коллеги, давайте еще раз благодарим Наталью Андреевну за интересное сообщение.